Привет всем! Сегодня рассмотрим очередной добряд на Pintaho Data Integration. И именно будем рассматривать работу с Яндекс Метрикой через Pintaho Data Integration. Итак, план видео у нас следующий. Немного Яндекс Метрики. В принципе, рассказать для чего система нужна и что делает. Я думаю, что многие, конечно, знают, но все-таки слайдик не помешает. И второе настройка работы с Яндекс Метрикой. Как мы будем в настройку доступа к данным, получение токена. Потом настройка подключения в PDI Pintaho Data Integration. Посмотрим, как это происходит. И уже когда данные будут уже в руках, мы экспортнем их в текстовый файл. Такой кратенький у нас получается план. И, в принципе, начинаем именно знакомиться с того, что такое Яндекс Метрика. Яндекс Метрика – это система учета пользователей сайта, которая содержит информацию о количестве пользователей, поведении пользователей, источнике пользователей, откуда пришли, куда ушли и количестве просмотренных страниц. Яндекс Метрика – это русский аналог Google Analytics. Ну, в принципе, пользователи все делятся на кто любит Яндекс Метрик, кто любит Google Аналитик. Но нужно работать как с той системой, так и с другой. Поэтому все зависит от вас. А извлекать данные нужно как из одной системы, так и с другой. И давайте. Кому нужна Яндекс Метрика? Ну, как обычно, интернет-магазинам, интернет-аналитикам, просто-аналитикам, владельцам интернет-сайтов. Для того, чтобы понять, как все это происходит, нужно понимать, как работает схема доступа к данным. Итак, пользователи должны приложению выдачу выдать токен. И после этого приложения, используя этот токен, запрашивать на Яндекс Сервисе уже непосредственно эту информацию. Фактически все сводится к выдаче токена. В токене прописаны правила доступа, как идет доступ, кто запросил доступ, что за пользователь. Фактически вся информация содержится в токене. И после этого первая основная задача – это получить токен. Теперь переходим к следующему слайду. Так, и мы уже практически разобрали здесь все. Нужно получить необходимый токен, составить запрос в сервис с пользователем этого токена и обработать данные на пентах от интеграции. Все, в принципе, понятно. И вот, собственно говоря, если вот эту строчку, всю вот эту строчку соединить в единственную, то получим правильный адрес, который нам выдаст что-то выдаст. Итак, разбираемся. Первое – это доступ по HTTPS протоколу. Второе – это сайт URL, где фактически лежат наши данные. Это стат трафик summary.json. В принципе, этот json – это формат. Summary – это итоговая информация по трафику. Это статистика. Это номер счетчика. Да, 29. Это дата, начало, дата, окончание. И вот сам токен, который прибавляется для отсылки на сервер. В принципе, как бы все понятно. Теперь вот откуда узнается вот этот данный о формате и файлике. Для этого нужно перейти на сайт Яндекс.Метрики и там все это посмотреть. Так, видим демонстрацию. Покажу, откуда вот это уберется. json – это формат. Стат трафик summary. Переключаемся на IP Яндекс.Метрики. Сайт. Понятно. Накрываем раздел документации. И смотрим введение. Вот у нас получение статистики. Мы получаем статистику посещаемости. Стат. Саммер. Вот, в принципе, демонстрация. Вот, в принципе, вот это у нас и записано. формат для сам. Если мы хотим какой-нибудь там другой, допустим, источники посмотреть, да. Pumera, stats, source, summary. Должны взять. И использовать в запросе. То есть, ну вот, в принципе, все начинает становиться на свои места. Переходим дальше. Демонстрация. И, собственно, переходим теперь на Pentaho Data Integration. И пытаемся сделать те же самые. Получить сначала токен. Объясню как. И потом будем уже на Pentaho Data Integration понимать, каким образом происходит построение адреса. И каким образом идет извлечение данных с сервера Яндекс. Ну, первый шаг – это нужно зайти на IP Яндекс.Метрики и получить заветный токен. Давайте. Которые вкладки. Так, название. Придумать идеи. Метрика. Описание. Полное описание. Ссылка на иконку. Ссылка на сайт приложения. Так, мы должны Яндекс.Метрику выбрать. Так, получение только статистики выберем. И подставить URL. Ну, в принципе, и все. Чтобы нам, для того, чтобы получить первый этап, закончили. Охраняем. Здесь нужно увидеть вот этот пароль ID. Это еще не токен заветный. Токен заветный будет приведен чуть попозже. Теперь нужно зайти на страничку. И токен, вот этот наш токен задается. Можно склеить этот адрес. Плюс наш клиент ID. Клиент ID равен. Так, нет, доступ. Копировать. Так, вот он. Так. Делали адрес строку. Скопировали. И получаем наш заветный токен. Приложение Педиаметрика. Так, что мы написали. Разрешить токен у нас будет. Сохраняем. И теперь переходим на пентах Data Integration. И пытаемся там уже сделать то, что нам надо. И, в принципе, вытащить статистику непосредственно из Яндекс.Метрики. Так, открываем. Что, в принципе, видим, что для Яндекс.Метрики нам нужно. Что я подготовил. Здесь лежит программка WD. Объясню, для чего она лежит. Чуть попозже. Ну, и, в принципе, результат видим. И вот, в принципе, основная работа. И эти две трансформации вспомогательных. Ну, что, открываем основную нашу работу. Открыть. Видим, что здесь нужно задать параметры. Edit Job Entry. Сюда нам нужно вставить код. Код, который мы получили. Вм. Укай. И еще нам нужно номер счетчика. Как его узнать? Ну, довольно-таки просто. Нужно зайти на Яндекс.Метрику. И вот номер счетчика. И забить номер счетчика, который... Вот, в принципе, наш номер счетчика. 165 последняя. 165. Все замечательно. И, в принципе, окей. У нас, в принципе, все уже готово для того, чтобы запустить. И теперь начинаем разбираться, что происходит. Первое, это удаление старых результатов. Если папочка есть, удаляем все. Создаем ту же самую папочку результатов. И теперь здесь делаем скриптик. В принципе, в парам сюда попадает уже разобранный нами StartTrack Summary. И, в принципе, дальше идет сборка. На этом этапе идет сборка URL-адреса. URL-адрес начинает собираться с адреса HTTPS Яндекс.Метрикой. И начинаем собирать парам. Дальше ID счетчика. И, в принципе, вот в конце допускаем токен, который нам нужен. Почему, в принципе, сделано было через WGET? У Pentact.integration нет HTTPS клиента, который может забрать данные. Поэтому пришлось использовать WGET. На самом деле здесь идет формирование текстового файлика. Вот такой вот. Вот он, данный WGET. Если посмотрим изменить, то увидим, что вот так должен сформироваться. И уже запустить дальше и сформировать непосредственно файл резалт сюда. И, собственно говоря, раз здесь мы сформировали этот файлик, вот он у нас. Идет степ, вот он, файлик. Это был WGET. Что мы здесь? Мы должны получить токен. Ну, это фактически пункт для WGET. Пункт для трансформации. Ну, для того, чтобы определить, где у нас резалт находится. DateFrom, DateTo, который у нас задавали в предыдущем шаре. Так, ну вот, в принципе, все разобрались. Собрали данные. Сделали файлик, который запустить нужно через скрипт. Вот, запускается скрипт. И дальше, когда мы получаем файл в JSON, мы начинаем работать уже непосредственно JSON. В JSON input. Отпортируем. Извлекаем данные о визитерах, о датах и, ну, визитах и количестве людей. В принципе, и самый вот тут файл находится в результате, вот, в пункте. Ну, в принципе, как бы, в теории все понятно. Теперь осталось проверить, все ли так работает, как мы хотим. Запускаем. Launch. Так. Так, отработал. Забрал все данные. И теперь можно посмотреть, в принципе, что в Яндекс.Метрике и в результате находится. Summary наш, JSON-овский формат и Output Date. Ну, вот, собственно говоря, посмотрели, каким образом происходит. Происходит работа с Яндекс.Метрикой. Можете добавить дополнительные скрипты. Но WGET находится здесь из-за того, что в Pentax Data Integration нет HTTP as client, который может отправить запрос и получить файл. Если бы был бы клиент, мы бы обошлись в одну трансформацию. Так нам потребовалось целых три. Ну, все, в принципе, что хотел рассказать, показать. В данном видео есть. Мне осталось только сказать заключительное слово. Спасибо за внимание. До встречи на YouTube-канале и на моем сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...